Дальше Всевышний Аллах в 29 аяте говорит, то есть после того, как Всевышний Господь, Субхану Аталию, опроверг этих многобожников и сказать, инн Аллах, ла ямру бильфаша, Аллах не велит совершать мерзость, как будто бы у них возник вопрос, а что тогда велит Аллах? И вот тут Аллах говорит, куль амара робби билькист, скажи, Аллах приказал поступать справедливо. Куль амара робби билькисту, Аллах показал поступать справедливо. Братья Абдулла ибн Аббаз говорит, здесь имам Багу говорит, под справедливостью подразумевается шахада, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. К сожалению, многие мусульмане до сих пор неправильно переводят на русский язык или на свои местные языки эту шахаду, переводя, как нету Бога, кроме Аллаха, нету Божества, кроме Аллаха. Это неправильный перевод этой шахады. Правильный перевод этого свидетельства, братья, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Каля Дахак, Дахак сказал, что под кыстом, под справедливостью подразумевается Ат-Таухид, Единобожий. Каля Муджагид Вас Судди, Муджагид и Судди сказали, аля адль справедливость. Поэтому Барак Луфикм, это как пример. На самом деле ученые говорят, что Аллах приказал нам поступать справедливо во всех сферах жизни. В первую очередь, потому что в поклонении и справедливости в поклонении, это поклоняться только одному Всевышнему Аллаху, правильно или нет? И так же и справедливости, братья, поклоняться Аллаху только так, как это узаконил пророк Салаллаху Алейхи Вассалям. Хорошо, а справедливость в людских отношениях? Справедливость в людских взаимоотношениях, братья, это придерживаться рамок, установленных шариатом. И поэтому многие мусульмане Барак Луфикм не следуют этому приказу. По приказу Господа, Субханалталя, блюсти справедливость. Почему? Потому что Барак Луфикм не изучает таухид, не изучает сунну православным, не изучает шариат. И, соответственно, поклоняется кому-то, кроме Аллаха. И, соответственно, если даже тот, кто поклоняется, если не изучает сунну, поклоняется не так, как узаконился и очень Аллах этим самым поступает несправедливо. И так же во взаимоотношениях между людьми. Вот как много в наше время, братья, проблем между мужем и женой. Это взаимоотношения или нет? Этот человек, он человек и она человек, правильно? Почему, братья? Потому что они не знают, как строить взаимоотношения между собой. Какие рамки установил Сеучный Аллах? Кого и чем обязал? Если бы каждый из них знал, то был бы порядок, братья. Точно так же, как братья Бараклоуфикум, порядок будет только на том перекрестке, где стоят светофоры и где люди придерживаются правил дорожного движения. Когда на перекрестке начнется бардак? Когда люди либо отключатся светофор, либо не будет регулировщика, либо люди не будут придерживаться по умолчанию правил дорожного движения, как приоритет, допустим, правой стороне и так далее, и там подобное. Главная дорога дополнительная. Бывает же даже без светофора, но люди справляются, правильно? Валя-Лляхи-масаля-Аллах, лучше, чем всех этих примеров. Точно так же, братья. Если не будет правил семейного движения соблюдаться, братья, а мы об этих правилах можем узнать только из Курана и Сун, все будет постоянно, что? Авария, 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 авария. Плод Бараклоуфикум до летального схода. Это что? Развод. Так же из того, что приказал Всевышний Аллах, обращайте к нему лица в любом месте поклонения. Кали Муджаид, ва Судди Муджаид и Сидди. Сказали, я не ваджиху вуджуху кум хейтума кунтум фиссалят или кааба. То есть, поворачивайте ваши лица, где бы вы не совершали молитву в сторону каабы. Ученые говорят, вараклоуфикум, что сунно поясняем этот вопрос. Если ты находишься где-то далеко от Мекки, то, братья, даже достаточно повернуться просто в сторону не обязательно точно. Пророк, салаллаху алейхи ассалям, сказал, что Киблия между Машриком и Магрибом, между Востоком и Западом. То есть, если ты в Медине посмотришь, в Медине Киблия направление Киблия ровно на юг. Правильно или нет? Грубо говоря, если я молюсь так, и у меня Киблия примерно, я знаю, где-то вот в этом вот ракурсе, 180 градусов, проблем нет, если я так, 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 так молюсь. То есть, понятно, да? Просто, к чему я это говорю? Некоторые братья в наше время в странах СНГ где-то построили мечеть, и может быть там разногласия между теми, кто приходит в мечеть, направление Киблия, ковры не совсем. Не делайте из этого проблем. Пророк, салалл Салам сказал, Киблия между что? Западом и Востоком. То есть, все это считается Киблием. А если ты уже находишься здесь, в Мекке, то ты должен строго смотреть куда? На Кабу. То есть, должен смотреть на Кабу. Калят Дахак, Дахак говорил, Захадарите саляту анту миндальмажид фасалю фи. Если пришла молитва, и вы идите, и вы находитесь в каком-то месте, то молитесь в этом месте. Валяя кулянна ахаду кумусалю фи мажиди. И пусть никто из вас не говорит, я буду молиться только в своей мечети. Мы знаем, что отличительная черта. нашей общины, что мы можем молиться в любом месте. Кроме бани, туалета и могилы. В любом месте. В других же религиях человек может помолиться только в церкви. Или в синагоге, или в чем-то. Мы же в любом месте. Барак, Аллах, Аллах спонталя приказал мне блюсти справедливость. Сказали в поклонении, выполнении. Как выполнять это поклонение? Взаимоотношения между людьми. И чтобы вы направляли свои лица в его сторону, то есть в сторону кибли, во время поклонения. Хорошо, разве это не кисту относится? Ученые говорят, подобные вещи это говорят упоминание конкретных вещей после того, как ты упоминаешь что-то общее. Как мы, например, говоришь, ты отправляешь, например, сына в магазин, говоришь, купи продукты. А, и купи хлеб. Разве хлеб не продукты? Нет, как будто ты хочешь обратить внимание именно на хлеб, чтобы именно хлеб он не зову. Вот так же, как все обучено, он сказал, клянусь временем. И на линсан, а ля фи хусар, поистине все училось в убытке, и ля ля вина аману, кроме тех, кто уверовал. И совершали праведные дела. Разве праведные дела, это не иман? Это из имана. Но для того, чтобы указать на важность совершения дел органами. И поэтому Аллах говорит, так же из этого киста, и взывайте к нему, и искренне проявляя перед ним и очищая перед ним свою веру. То есть поклоняясь только одному ему, а тау или айбада, подчинение и поклонение. То есть в этом призыв к чему? К таухиду. Кама бада акум таудун. Тальше все учили. Аллах говорит, точно так же, как бы вы были сотворены изначально, так же вы будете возвращены. В некоторых тафсирах, баракулуфикум, здесь иман Бага говорит, Калебну Аббас, Абну Аббас сказал в тафсире этого аята, как вы были сотворены изначально, так же вы будете возвращены. Тафсир этого аята, Всевышний Аллах создал, или начал создание людей, то есть люди, когда появились на этот свет, кто-то из них был верующим, кто-то из них был неверующим. Кама каля тау, как сказал Всевышний Аллах, Тот, кто создал вас. Фаминкум кафер, у минкум мумин. Из вас есть те, кто являются неверующими, и те, кто являются верующим. Сумма юриду гумьямал кияма, потом Всевышний Аллах вернет их в судный день, воскресит их. Кама халякагум, точно так же, как они были созданы на этом свете, муминам у кафера. То есть кто-то воскреснет, тот, кто был верующим здесь, воскреснет верующим, тот, кто был кафером здесь, воскреснет кафером. Каля муджагид, муджагид говорил, они умрут на том, они воскреснут на том, на чем умерли. То есть на чем ты жил, на этом и воскреснешь. Каля хасану муджагид, и поэтому, когда ты совершаешь эти грехи, какой-то грех, задумайся, а вдруг я сейчас умру, и Аллах меня воскресит. Вот на этом поступке, братья. И поэтому вера в судный день, братья, одна из сильнейших факторов, один из самых сильнейших векторов, который оберегает человека от грехов. Поэтому многие вещи, пророк Саласом говорит, тот, кто верит в Аллаху и судный день, пусть делает то-то, то-то. Тот, кто верит в Аллаху и судный день, пусть не делает то-то и то-то. КАМА БАДАКУМ ФАХАЛЯКУ КУМ ФИДУНИ УАЛЯМ ТАКУЩАЯ А, да, Хасан и муджагид говорили в Тавсире Туэт, точно так же, как он создал вас на этом свете, УАЛЯМ ТАКУЩАЯ, до этого вы ничего из себя не представляли, КАЗАЛИ КАТАУДУ НАХЯЯ МУКИЯМА, то есть из ничего же вас Аллах создал. Вот точно в созданный день, Всевышний Аллах Суманта, из ничего вас создаст, мы знаем, что у человека останется АЧБУЗАН, это маленькая косточка в конце спины, которая в АРАКЛУФИКУМ остается от человека, то есть все тело разлагается, кости и так далее, кроме этой кошки, из этой кошки вырастут люди. КАМА БАДАНА АУАЛЯ ХАЛКИНУ ИДУ, точно так же, как мы, Всевышний Аллах говорит, мы воссоздадим творения, подобно тому, как начали творить их в первый раз. КАЛЯ КАТАДА БАДААГУ МИН ТУРАВ, Всевышний Аллах создал их изначально из глины, УАЛЯ ТУРАВ, ЯУДУУН, потом они опять вернутся в землю. НАВЫ РУКАУЛИ, это подобно Слава Всевышнего Аллаха, МИН ГАХАЛЯКНАКУМ ВАФИЯН УИДУКУМ, мы сотворили вас из нее, то есть из земли, и мы вас вернем, выведем оттуда еще раз. Другие же муфастеры говорят о Славах Всевышнего Аллаха, КАМА БАДАКУМ ТАУДУН, точно так же, как вы были сотворены изначально, так же вы будете возвращены. Скажем, что речь идет о том, что сообщил Пророк Салаллаху, Пророк Салаллах сказал, в день воскресенья люди будут воскреснуть босыми, ногами и необрезанными. То есть босыми, ногами имеется в виду ни денег, ни одежды, как мы вчера говорили про брендовую одежду, не будет с тобой ничего. И Айша Рады Иоанн спросил у послания Николаха, неужели мужчины и женщины окажутся вместе и будут смотреть друг на друга? Он сказал, у Айши им будет слишком тяжко, чтобы они думали об этом. Мы говорили, братья, разбирая этот хадис, о стеснительности праведных предшественниц, что ссылка будет под этим видео. В этом аяте, братья, Баракалуфикум. А в следующем аяте, Всевышний Аллах Субтитры говорит, 30-м аяте, фарикан хадда. Фарикан хадда, фарикан хадда, фарикан хакта, алейхимудддалалла, иннахум утттхазу шаятина, аулия, аминдуниллахи, ваяхсабуна, аннахум, мухтадун. Имам Бага говорит, кавлюгаз зауджат, слава Всевышнего Аллаха, фарикан хадда, одних он наставил на прямой путь, айхадагум Аллах, по своей милости, то есть в этом аяте, братья, очень важный урок. Аллах говорит, фарикан хадда, групп людей, Аллах повел. И как пришло в хадисе, Кудси, пророк, салаллаху алейхиссалям, сказал о том, что Всевышний Аллах сказал, фастагду нядикум, просите у меня прямого пути, я поведу вас по прямому пути. Поэтому перед тем, как обращаться, часто братья звонят, брат, вот этого слушать можно, брат, вот этот человек правду, брат, этот человек на сунне, ты до того, как обращаться к людям с этим вопросом, сначала обратись к Всевышнему Аллаху и скажи, Аллах, иадини с сирот аль-мустаким, поведи меня по прямому пути. Когда ты стоишь в молитве и говоришь, ади на сирот аль-мустаким, задумайся над этим моментом. Как много разногласий, один про одного, то говорит, многие говорят, брат, сейчас все друг про друга говорят, непонятно, кто прав, кто виноват. Почему непонятно? Потому что, во-первых, ты не обратился к Всевышнему Аллаху. Ведь Аллах, если говорит, фастагду нядикум, попросите у меня прямого пути, я вас обязательно поведу. Он же правду говорит. Уаман аздахумин Аллахе киля. Кто правдивее в речах, нежели Всевышний Аллах? Если Аллах обещал, то он обязательно выполнит это. Поэтому, если искренне обратишься к Аллаху, Аллах, свяжи меня с теми, кто реально по прямому пути к тебе ведет. Я говорю, береги меня от всех. Даже если шайтан приукрасит мне, что на самом деле, кто ведет по прямому пути, заблудшим является, мурджиитом, или так далее, как говорят, как обвиняют наш шайтан. А этот красавчик, муджагид, и так далее, и так далее. Не-не-не. Аллах, обереги меня от моих мыслей, от шайтана, и так далее. Поведи меня. Аллах обязательно тебя поведет. Потому что Аллах спонтанно обещал повести. И точно так же, баракулуфикум, брать причины. Какой? Если вы будете бояться Аллах, то есть выполнять его приказы, сторониться его запрет, тогда Аллах наделит вас различием. То есть одних Аллах повел, повел по своей милости брать. А другим заслуженно предписал заблуждение. Если Аллах кого-то повел, братья, по прямому пути, то это по своей милости. Если кого-то заслуженно предписал заблуждение, то это по его справедливости. И у нас был отдельный урок, братья, каким образом, просто многим людям непонятен этот вопрос. Вот почему Аллах кого-то ведет по прямому пути, а кого-то вводит в заблуждение. Многим людям по их невежеству кажется, что в этом есть некий вид несправедливости. А почему? Почему? Потому что, брат, ему говорят, самое первое заблуждение человека, знаете, в отношении действий Аллаха, когда человек попадает, когда он ставит себя на место Аллаха, как говорят же, вот, ты, например, какой-то человек сделал что-то, ты говоришь, будь я на его месте, я бы сделал так-то и так-то, будь я на его месте, я бы вот так, вот так бы не поступил. Это мы про людей так можем говорить, а об Аллахе так не мысли, потому что, брат, что бы ты ни думал, какой бы твой IQ не был бы высоким, Аллах сказал, они не могут охватить его своим знанием. Ты никогда не поймешь, братья, мудрости действий Всевышнего Аллаха. Мы об этом говорили подробно, как сказал Иншалаталя, ссылка будет под этим видео. И вот говорит имам Багаву нам, и другим заслуженно предписал заблуждение, то есть так, как Аллах предписал, было предопределено. Как я сказал, почему у нас есть серия уроков, то есть что значит было ему предопределено, как помните, тоже в хадисе мы же рассуждали, разбирали хадис, что один человек делает дела обитателя, и так, что им до рая рукой подать, и опережает его предопределение, совершает поступок обитателя ада. И мы все это подробно разбирали, и наоборот, и он попадает в ад, и другой совершает дела обитателя ада. Так что ему до ада рукой подать, и опережает его предопределение, и он совершает поступок обитателя, и попадает в рай. Многим людям кажется, в этом есть некий вид несправедливости. Нет, нет, мы разобрали, это у нас отдельный урок, есть почему Аллах кого-то водит, ведет по прямому пути, а кого-то сбивает с пути. Что касается, если уж мы вспомнили этот хадис, очень важный урок есть из этого хадиса. То есть многие люди, когда разбирают этот хадис, смотрят на него, ну понятно, как вопрос предопределения и так далее, но забывают о том, что этот хадис учит тебя взаимоотношения. Вот сегодня говорил, Амар Робби Белькист, мой Господь, приказал мне справедливость. И сказали, Аллах приказал справедливость во взаимоотношениях между людьми. Какую пользу мы извлекаем из этого хадиса? Иногда тебе кажется, что какой-то брат пропащий. Пропащий, все вот такой, грешник, плохой, нехороший, и ты все, и мы с ним не общаемся, мы с ним не и так далее, и тому подобное. А какой-то брат тебе кажется, Аллах мабарик, маша Аллах, Аллах, если вот, если он не вали, если он не святой в нашем джамате, тогда святых на земле, так или так? Ты вспомни про этот хадис. Поистине один из вас дела делает обитателя рая. Так что ему дарая рукой подать, и опережает предопределение, и он становится обитать, делает дело обитатель. Может быть, вот этот, про кого ты думаешь святой, он и есть обитатель ада. И поистине один из вас сделал дела обитателя ада. А, ты говоришь, все это пропащие туда-сюда, это... А может быть, он и есть тот, кто перед смертью совершит такой поступок, за который прямиком попадет в рай. И поэтому правокус сказал, люби того, кого ты любишь, ограниченной любовью. Может быть, придет день, когда тебе придется его возненавидеть. И ненавидь того, кого ты ненавидишь, ограниченной любовью. Может быть, придет день, когда тебе придется его любить. И поэтому не отчаивайтесь. Пророк, салаллаху, алейхиу, саляма сказал, «Манкаля галя каннасфагу аглякам». Тот, кто скажет, люди пропащие, это он сделал их пропащими. Не отчаивайся. Призывай его к одобряему, порицай его плохие поступки и так далее. Может быть, он как раз из тех, о ком сказано в этом хадисе. И точно так же не обольщайся другим человеком. Делай дуа. Если он праздник, делай дуа, чтобы Аллах его укрепил. И точно так же воспитательный момент в этом хадисе. Может быть, ты, этот человек, который делает обитатель, делая обитатель рая, как это кажется людям. Но когда придет твоя смерть, и тебе до рая будет рукой подать, может быть, это ты, кому будет предопределено совершить поступок обитателя ада, и навечно войдешь в ад. Поэтому, когда ты видишь, что в тебе что-то есть хорошее, благодари Всевышнего Аллаха. Признавай, что это не от тебя, это исключительно милость Всевышнего Аллаха. Вот просто, субханаллах, тебе милость привел, и проси укрепить тебя на этом. И так же наоборот, если ты грешник, и видишь, что ты совершил много-много упущений, не отчаивайся. Не отчаивайся. Может быть, это ты и есть, про которого сказано, что делать дела обитатель ряда, которым Дада рукой подать. И может быть, это ты, кому, когда перед смертью Аллах тебе предопределит, что-то такое, что совершив это, ты зайдешь в рай. Поэтому не отчаивайся. Сколько бы ты, брат, не сделал грехов, сестра, никогда не отчаивайся. Никогда не отчаивайтесь, Барак Лофи. Всевышний Аллах, субханаллах, обязательно тебе простит, если ты искренне раскаешь, «Какими бы великими твоими грехи не были». «Какими бы великими грехи твои не были». Дальше Аллах, субханаллах говорит про этих людей. «Ва фарикан хақа алейх муддаляли» и другую группу, другой группе предписал заслуженно, заслуженно предписал заблуждение и говорит по какой причине. «Иннау муттахазу шайатына аулия миндуни ля». Потому что они взяли шайтанов своими товарищами и помощниками вместо Аллаха. «Ва яхсабуна». Вот это самое страшное. «Аннау муттадун». И при этом полагали, что следует прямым путем. С представителем любой религии разговаривают. Будь это христианин, будь это иудей, будь это буддист и так далее. Каждый из них, братья, уверен, что он следует прямому пути. Правильно или нет? Почему? И он говорит, ну, и ты ему пытаешься объяснить, что ты не на прямом пути, но он тебя не слушает. Почему? Потому что «Иннау муттахазу шайатын». Они взяли шайтану своими товарищами и помощниками. И он скажет тебе, «А в чем разница между мною и тобой?» Ты скажи, «Я взял себе в помощники Аллаха Субханаталя, в товарища взял себе пророка Саоса, и беру информацию из достоверенных откровений». И, аль-хамду-ли-ля, исторические факты говорят о том, что Куран не искажен. Исторические факты любой справедливы. Востоковед признает, что сунна не искажена. Тысяча четыреста лет есть цепочка, до самого пророка Саоса. Тысяча четыреста лет ничего не искажено из книги Всевышнего. Поэтому унишал я далек от шайтана и не взял его себе в помощники. А ты на что опираешься? Ты говоришь, что ты христианин и опираешься на Евангелие? Вот то Евангелие, которое читаешь, это Иисус, салаллаху алисалям, да благословит Аллаху приветствия, это его слова? Ты на русском читаешь? Он говорил по-русски? Нет, он говорил на арамейском. «Покажи мне Евангелие на арамейском языке». Самые старые датируются примерно на третьем веке после Рождества Христова. На греческом языке. Самые старые, что нашли? Триста лет. То есть, если какой-то человек скажет, например, у нас у мусульман, у нас у мусульман, если три минуты разница будет между передачками, то есть говорят, что за три минуты до фаджера умер такой-то человек, и во время азана фаджера такой-то человек зашел в мечеть, где умер этот человек. И этот человек, который зашел во время азана фаджера, передает хадисы от того, кто за три минуты до фаджера, этот хадис недостоверный, мы его не принимаем. Три минуты не принимает. Правильно или нет? А что сказать про триста лет, братья? И поэтому тот, кто не опирается на достоверный источник, тот и тахаза шайтана валиен, взял себе шайтана покровителем и помощником. И они считают, что они следуют путем руководством, поэтому в этом указание, что не каждый, кто считает себя на прямом пути, на самом деле идет по нему. Мерой и весами, братья, в том, кто действительно на прямом пути, а кто заблудший, хоть и считает себя на прямом пути, это Куран и Сунна в соответствии с пониманием праведных предшественников. И имам Багави заканчивает, и говорит, что неверующий человек, который думает, что он в своей религии на истине, и тот, кто отрицает и упорствует, сова одинаковы. Разницы нет. Разницы между ними нет. Это что касается Барак-Лауфикума, тих аятов. Азову Аллаху Алиу Алим. Субханак Аллаху Мааби Хамдик. Ашхаду Анля Иллаху Ланд. Стауфир Кунту Балай Кваджа Закум Аллаху Хайрам. Братья, вы видите, до чего сладкий Куран. До чего сладко чтение Курана. До чего сладким является, Барак-Лауфикум, размышление над Кураном. И поэтому пророк Саулсан назвал веру, как не почувствовать сладость веры. У веры есть сладость брать. Изучая аяты из Курана, мы чувствуем эту сладость. Я побуждаю, дай Аллах, чтобы закончить Тафсир. Если кто раньше на это не обращал внимания, начните с сегодняшнего дня. Вот как появляется, Барак-Лауфикум, новая запись, как вы ее прослушали, перед тем, как появится следующая запись, постарайтесь выучить. И представьте, этим самым вы объедините между двумя добрами. То есть, Барак-Лауфикум получается и выучите, и будете знать Тафсир. Смотрите внимание, Субханалла. Да сколько вот удивительных слова Всевышнего Господа Субханалтали. Если человек сказал Всевышний Аллах, афаля, это да барун, аль-Куран, почему они не задумываются над Кураном? Субханалтали. 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 Субханалтали.